Значит, ну, тема сегодняшнего доклада перед вами, да, это кого и как увольнять в первую очередь руководителю. Значит, тема злободневная, на мой взгляд, больше даже второй вопрос, второй вопрос, чем первый. И я постараюсь сегодня рассказать все с точки зрения борьбы, вот увольнения, да, как борьба за человека. То есть мы не против, да, человека боремся в рамках увольнения, а за него, за его будущее. Значит, так, ага. Ну, я генеральный директор и собственник компании «Открытая студия». Уже дистанционно, уже два года я дистанционно управляю своей компанией из разных регионов южных, да, офис находится в Санкт-Петербурге. И две, основное, два направления основных – это комплексный интернет-маркетинг и управленческий консалтинг, да. Поэтому вот то, о чем я сегодня буду рассказывать, это мой личный опыт, увольнять мне приходилось много и нередко, да, так дипломатично я скажу. И опыт моих клиентов в рамках управленческого консалтинга. Так, значит… Спасибо. 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 Так, кто следующий? Значит, коллеги, почему нам, руководителям… А, давайте сначала так блиц-опрос. Поднимите, пожалуйста, руку из сидящих здесь в зале, кто здесь руководитель, топ-менеджер или собственник. Так, остальные будут зачислены в сотрудники рядовые, да? Так, значит… Ну, я думаю, что доклад будет интересен тем и тем. Вот почему у нас проблема, да? То есть сотрудника вроде как его пора уволить, но мы, в общем-то, все это откладываем и не делаем это вовремя, да? Значит, ну, одна из основных проблем – это незаменимость сотрудников. Я думаю, что все из нее знают, да. Мы понимаем, что если мы сейчас этого человека уволим, то у нас там половина бизнеса отвалится, там он уведет клиентов, еще каких-то прихватит с собой. И, ну, а может быть, и весь бизнес, да? Так завязано на этом человеке. И он только он, о чудо, знает, как и чего там правильно делать. Значит, есть еще такая штука, как жалко увольнять, да? То есть мы знаем, что у человека есть семья, у него есть дети, ипотека, кредиты. И, в общем-то, мы вот думаем, что-то вот рука не поднимается, да? Как же его так вот, мы можем поступить с ним, да? То есть совесть, совесть. Значит, ну, бывает, что и увольнять, к сожалению, страшно. То есть мы понимаем, что человек антилидер, и когда мы его попробуем уволить, он поднимет бунт на корабле. Да? Такая вероятность есть. Может быть, в своем отделе, может быть, если это топ-менеджер в глобальном смысле. Ну, интересные сценарии, когда мы дружим с этим человеком, да? К сожалению, люди с российским менталитетом в среднем, они очень сильно путают ролевые пары. Это как вот друзья и начальник подчиненный, да? Или там коллеги. У них, у нас, да, у нас у всех, у многих в среднем, да, смешиваются эти роли. Поэтому мы понимаем, что если мы сейчас этого человека уволим, то, ну, возможно, больше он нам другом точно не будет, да? А друзей хороших, как известно, мало. Душа коллектива, ну, это сценарий, когда вот этот человек приходит в open space, так там все расцветают, все веселятся, там у всех хорошее настроение, и нам как-то рука просто не поднимается изъять вот эту душу из нашего коллектива, хотя сотрудник сам по себе бесполезен. Значит, также актуально мы все, как руководители, да, ну, и сотрудники тоже знают, что, в принципе, наша система образования, она, мягко говоря, не справляется с количеством кадров, которые требуются сейчас на рынке. Поэтому у многих руководителей возникает такой вот ужас, да, в глазах, вот сколько же мне времени придется потратить, чтобы найти нового человека, как же я вот буду его искать, да и времени нет, и тут везде пожары, надо тушить. Значит, ну, конечно же, бывает так, что в компании сложилось так называемое правообычие, когда, ну, некий там сотрудник Вася, да, который проработал уже, может быть, несколько лет, он получает зарплату немножко меньшую, чем в среднем по рынке, по рынку. И мы понимаем, что если мы сейчас его уберем, то нового искать придется ему больше платить денег, да, и поэтому вот, ну, думаем, ну, ничего, сейчас вот мы там прочитаем еще одну книгу про там сотрудника ориентированность, и Вася поймет, что надо-то все-таки по-братски работать, вот. Значит, ну, родственник – это разновидность друзей, да, только немножко еще более обостренная. К чему, так, извините, к чему это приводит, да, это вот демонстрирует небольшая сцена, да, которую мы стали свидетелями, приводит это к одному, что вот откладывая и пытаясь зарыть эту проблему, то есть она рано или поздно взорвется, как ядерная бомба, то есть будет удар кулаком по столу, возможно, будут крики, ругательства, спонтанные решения, которые далеко не всегда отвечают интересам компании, человек будет увольняться без должной передачи дел, ну, то есть, грубо говоря, все равно наступит некая точка кипения, да, когда вот, ну, все, мы с этим человеком вот терпели, терпели, там, но даже вот если родственник, да, все равно где-то вот точка взрыва. Значит, ну, последствия вот перед вами, да, такого, и я предлагаю, вот, почему надо к процессу увольнения проходить серьезно, да потому что это позволит избежать вот таких последствий, да, ведь бывают еще юридические потом баталии, когда сотрудник натравляет проверки, там, восстанавливается через суд на работе. Ну, как бы, я думаю, что это не самый лучший сценарий для любого работодателя или руководителя. Представьте, в вашем отделе сотрудник уволенный восстанавливается через суд. Значит, давайте проведем мини-голосование. Коллеги, вот подскажите, пожалуйста, кто не согласен с утверждением, что увольнение сотрудника – это всегда путевка в жизнь для него? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто не согласен? Кто не согласен? Ну, всегда, да, слово «всегда». Хорошо, немного. Я так подозреваю, все уже понимают, да, что путевка в жизнь. Хорошо, мы просто по ходу рассказа моего дойдем, да, подробнее разберем, почему это путевка в жизнь. Значит, когда мы увольняем человека и думаем об увольнении, я считаю, что неплохо ориентироваться, ну, иметь какие-то ценности, да, то есть, чтобы вот понимать, где, какое решение принимать. Можно, конечно, прочитать несколько умных книжек, там, докладов прослушать, не столь умных, но, значит, конечно, ситуации бывают постоянно разные, поэтому, когда мы ориентируемся на ценности, это нам помогает самим вырабатывать рецепты, рецепты действий в той или иной ситуации. Значит, ценности – это… здесь часть ценностей из ценностей Таллинской школы менеджеров Владимира Константиновича Тарасова. Все ценности там по ссылке, но я вот приведу те, которые наиболее актуальны в процессе увольнения и в подходе вообще к этому вопросу со стороны руководителя. Первая ценность – делай человеку, делай не человеку лучше, а человека лучше. То есть, что это такое? Значит, когда мы что-то прощаем подчиненному, ну, то есть, он совершил проступок, например, он опоздал, он не выполнил задачу вовремя, получается так, что, ну, мы как бы вот по тем причинам, что я приводил, мы вот это спускаем на тормозах. То есть, постепенно регулярность такого действия… Ну, все, что отпущено под откос, оно, как правило, склонно катиться туда, если нет силы удерживающей. Значит, поэтому вот тем самым мы фактически своим бездействием, как руководители, мы подталкиваем человека все под больший откос. То есть, мы ему, на самом деле, делая ему сейчас лучше, да, то есть, как бы… Но бывает, что делая не из благих побуждений, да, вот из благих, понятно, куда дорога, да, вымощена благими побуждениями. И, я думаю, все знают фразу, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Это тоже известно. Вот, то есть, по факту мы, получается, делаем ему хуже. То есть, мы его толкаем вниз, он все больше расслабляется. Через какое-то время он перестанет быть конкурентным на рынке труда, потому что, дойдя до точки кипения, мы его уволим. Он будет устраиваться в другую компанию. И, увидя, как он там привык общаться с руководителем, как он относится к задачам. Может быть, ну, в лучшем случае его возьмут на более низшую должность, чем он мог бы занять. Вот. Сила в безразличии. Следующая ценность. Ценность означает, ну, в целом, что руководитель, он должен быть готов уволить 100% своих сотрудников в один день. Значит, безусловно, не надо об этом рассказывать сотрудникам, не надо там это упоминать как-то. То есть, это должно быть как внутреннее состояние. То есть, когда это есть в ваших глазах, вы совершенно по-другому общаетесь с сотрудниками. Они это очень хорошо читают. Значит, вот. И, понятное дело, что с такой силой в безразличии, но оно понятно, что достигается не медитации далеко. То есть, оно достигается выстраиванием технологий по ликвидации их незаменимости. Одна из ключевых технологий – это система регламентов для каждой должности, система должностных инструкций, стандартов работы. Вторая технология – это то, что все результаты, они должны обязательно быть упорядочены и в формализованном виде. То есть, если дизайнер делает дизайн-макеты, то он кладет их обязательно в определенную папку. Любой аналитический обзор улетает в ту же папку, и структура этих папок описана в регламенте. То есть, каждый сотрудник обязан ее соблюдать. И если он не соблюдает, а кладет и называет файлы, как ему удобно, то, к сожалению, за это должно следовать наказание. Ну, про наказание здесь подробно не буду рассказывать. Вот. Я рекомендую про наказание прочитать книгу Александра Фридмана, которая называется «Вы или вас. Профессиональная эксплуатация подчиненных». Там об этом подробно написано. И о роли наказаний. Ну, понятно, что смысл любой деятельности, он за пределами деятельности. И наказание, оно имеет смысл только если оно влияет на поведение человека. То есть, нет цели наказать обязательно. Вот. А «Говори себе правду» — это еще одна ценность. Это когда вы видите сотрудника, который вы ему уже говорите, и вы видите по его лицу, что он даже и не собирается делать, что вы ему сказали, то к такому состоянию этот человек пришел не то, что вот он вышел на работу, а на завтра он уже вот внезапно таким оказался. То есть, это фактический результат вашего бездействия как руководителя. И вот здесь эта ценность и отражает то, что надо говорить себе правду, ибо 80% людей, ну так в среднем, по моему опыту, они работают ровно так, как ими управляют. Мы к этой фразе еще вернемся, я надеюсь, кратко. Значит, следующая ценность. Действуй не потому что, а для того чтобы. Вот как раз таки, когда мы доходим до точки кипения, взрываемся, там внезапно в один день забери трудовую, чтобы больше я тебя не видел. Мы действуем потому что, потому что мы дошли до точки кипения. А для того чтобы, это мы расписываем план сдачи проектов этого сотрудника. Расписываем, продумываем, может быть, он нам пригодится еще после увольнения. Да, возможно, мы с ним будем сотрудничать там, но в каком-то другом формате. Вот тут про фриланс говорили. Иногда это тоже эффективно. Значит, радость и неудачи – это еще одна ценность, на мой взгляд, важная. То есть когда вы столкнулись с ситуацией, что этот сотрудник неуправляем, то, конечно, в чеш тут радоваться, казалось бы. А неудачи нам даны для того, чтобы получить обратную связь от этого мира. И вот с этой обратной связью мы можем уже как-то дальше совершенствоваться. Есть такая притча про то, что человек, у которого не было неудач, но он достаточно быстро сошел с ума, просто не получая обратной связи. Значит, теперь вернемся к вопросу все-таки, кого увольнять в первую очередь. Здесь представлен список позиций по отношению к системе управления, ну и к руководителю, как и к его представителю, которые, в общем-то, Александр Фридман составил. Значит, нас интересуют три сверху. Потому что что такое исполнительность и лояльность, я сейчас подробно не буду рассказывать, и как работать с этими людьми, потому что у нас тут не по мотивации мастер-класс. Значит, конфронтация, что это такое? Ну, это когда человек в открытую не выполняет ваши распоряжения, не скрывает, что он не планирует их выполнять в дальнейшем. Ну, постоянно, в общем-то, он достаточно виден. Вокруг него могут объединяться люди дополнительные. Ну, он как бы может в конечном итоге стать еще и антилидером вашей компании, помогая остальным занять эту не самую лучшую для вас позицию. Преимущество этой позиции в том, что обычно этих людей достаточно видно. То есть вы их видите. Значит, вот такого преимущества нет у позиции саботирования. Саботирование – это когда человек намеренно искажает параметры задания, да еще и так и искажает, что вы оказываетесь виноватым человеком, который неправильно поставил ему задачу. Здесь уже нет открытой конфронтации. То есть вы, получается, в какой-то момент начинаете не понимать, что происходит. Вроде все в порядке, но оказалось, что виноваты все, кроме этого человека в провале задачи. Ну и в первую очередь вы, как его руководитель. Ну, вы, как руководитель, безусловно, виноваты, ибо руководитель несет ответственность за действия всех своих подчиненных. И если у вас работает такой подчиненный, то здесь на него менять нечего. То есть это только ваша компетенция. Имитация – это более легкая форма саботажа, когда человек, в принципе, не против сделать работу качественно, но если только не напрягаясь, если только напрягаться не надо. А если надо, так он начинает уже писать объяснения, как он старался и почему эту работу было сделать невозможно. Но не все так просто. Вот как раз таки последние, ну вот вторая и третья их достаточно непросто бывает определить. Для того, чтобы их определить, ну вот есть три состояния, в принципе, системы управления в компании. Первое – это порядок, мало где есть, беспорядок и дезорганизация. Значит, чем отличается дезорганизация от беспорядка? Дезорганизация – это когда есть виноваты в нарушении правил по собственной вине, и есть те, кто нарушает правила не по собственной вине. То есть когда вы не можете… Вот у вас случилось какое-то событие, срыв дедлайна, завален проект, и вы не можете определить, кто здесь крайний, кто виноват. Это вот типичная ситуация дезорганизации. А беспорядок – слово само страшное, но оно характеризуется тем, что видно четко, кто виноват. То есть приказы не выполняются, инструкции могут не выполняться, но видно, кто нарушитель. Ну а порядок, конечно, когда все хорошо. Но понятное дело, что нигде инструкции не выполняются на 100%. То есть тут важно тенденцию наблюдать. Значит, вот как раз-таки для того, чтобы определить, кто занимается саботажем и имитацией, имеет смысл использовать критерии, некоторые простые достаточно. Эти критерии сформулировал Александр Фридман, назвав их в принципе регулярного менеджмента. Кратко вот они здесь, в книге вы их найдете подробнее, в интернете тоже. Кратко озвучу, что два из них. Первое – полученное задание должно быть выполнено на 100%. То есть если в задаче есть параметр, что она должна быть сделана к пятнице вечером, а она сделала в понедельник утром, и все остальные параметры соблюдены, то эта задача считается невыполненной, потому что есть отклонение по одному параметру. Ну понятно, что здесь есть и принцип, что это не значит, что нельзя переносить дедлайны, но это значит, что когда у сотрудника возникла такая потребность, вам необходимо, ну он точнее, он должен вас об этом проинформировать. То есть о препятствии к стопроцентному выполнению задания сотрудник обязан сообщить руководителю и всем заинтересованным лицам. Вот подумайте, как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы отдали какое-то распоряжение, встречаете через две недели сотрудника и спрашиваете, ну как Вася, как там наше распоряжение, как вот все ли сделано. А он говорит, знаете, Иван Петрович, вот я вот начал, да, но что-то вот, ну как бы не дозвонился. Вот, то есть вы случайно узнаете о том, что распоряжение не было выполнено. Ну а так бы узнали в лучшем случае, когда на каком-то общем совещании. Значит, теперь давайте поговорим кратко про технологию, про технологию увольнения добросовестного сотрудника. Значит, ну тут могут спросить, а зачем же нам добросовестных увольнять? Ну добросовестный – это не тот, кто там выдает 200% плана. Ну добросовестный – это с точки зрения этики сотрудник, ну который как бы не будет сильно сопротивляться увольнению. Вот что здесь подразумевается. Ну причины – это понятно, что он не хочет обучаться или не может обучаться. Может быть много болтает, может быть много прорекается. Причины бывают разные. Ну, во-первых, имеет смысл точно сформулировать причину для себя увольнения. Я рекомендую это делать письменно. Многие вещи, которые делают письменно, их качество сильно повышается. Дальше – это, опять же, рассмотреть это увольнение как путевка в жизнь для сотрудника, потому что в этом месте он, в принципе, будет доживать. То есть вы уже поставили на нем крест, вы видите, что ни туда, ни сюда. Значит, ну что же делать? Ну, соответственно, вот вы же не хотите, чтобы он там в живого мертвеца превратился. Поэтому это безусловно. И более того, я сейчас расскажу, как это донести до сотрудника. Значит, ну и, конечно, уволить его внутри себя – это посмотреть на эти причины, сказать себе, я больше с ним и один день не буду работать. И когда вы разговариваете уже с этим решением, с сотрудником, то не будет никаких уговоров с его стороны. Он это быстренько прочитает по вашим глазам, по вашей интонации. Не будет там уговоров, ну оставьте, ну пожалуйста. Я надеюсь, что как хороший руководитель вы уже давали ему шансы и составляли планы по его исправлению. Значит, следующее – это разговор с сотрудником должен быть откровенный. Имеет смысл сказать ему о его преимуществах и о его недостатках. Но не бывает преимуществ недостатков. Да? Бывают преимущества – недостатки, которые применяются не в этом месте. И каждое преимущество в каком-то месте является недостатком в другом, а недостаток является преимуществом. Так вот, отправлять его надо в то место, вот сотрудник должен искать то место, где его недостатки становятся преимуществом. Если он болтлив, например, то, возможно, ему надо становиться менеджером по продажам, а не руководителем проектов. Может быть. Другие примеры я тут не буду приводить. Оставлю это вашему воображению. Соответственно, после этого надо создать прецедент, где он уже не ваш сотрудник. То есть иди, теперь передай проекты Васе, или начни передавать, или зайди в бухгалтерию, сдай заявление. Ну, вот тут я кратко указал технологии. Дальше бывают условия неопределенности. То есть когда вы не можете точно сказать, хотите ли вы с этим сотрудником дальше работать или нет. То есть вы когда сели выписывать, за что вы его хотите уволить, у вас, в общем-то, где-то плюсы с минусами уравновешиваются. Про это я, к сожалению, подробно не успею рассказать. Но будет как бы веб-версия, скажем так, когда я готовился к выступлению, я предварительно там проговорил его на всякий случай. Поэтому вот часть информации, она будет в нем. Значит, иногда надо, чтобы сотрудник уволился по собственному желанию. Ну, я сейчас не буду рассматривать причины, почему это нужно. Ну, здесь кратко перечислено, что важно учитывать для разных людей. Ну, если для женщины у нас важно отношение в коллективе, отношение с начальником, ее статус, то одна из технологий – это постепенное ухудшение ее условий труда, ну, как замена стула, например, монитора, вот, тихое, то есть такое вот ухудшение, и обрезать обратную связь от руководителя. Ну, это, конечно, технология, она, ну, опять же, она работает для не людей, которые находятся в конфронтации, да, то есть она работает для тех, ну, кто, как бы, вы видите, что он по тем или иным не справляется, но вот хотите, что по собственному желанию. Ну, бойцы – это те, кто будет сопротивляться, для них, конечно, надо продумывать отдельную технологию, и вот ее подробно рассказал Владимир Константинович Тарасов в курсе, аудиокурсе, искусство, а, персональное управленческое искусство. Вот я рекомендую, конечно, этот курс имеет смысл прослушать каждому руководителю. Предупреждение неэтичного поведения, да, тут, наверное, у многих возник вопрос, вот тут все этично, этично, и, к сожалению, да, бывает, встречается, что поведение сотрудников не отличается этичностью. И когда я готовился к выступлению, мне поступали вопросы, а как там юристам, да, как там правильно организовать то или иное действие с юридической точки зрения, я считаю, основное правило следующее, с помощью управленческих воздействий необходимо минимизировать необходимость юридической работы, да, с точки зрения юристов. То есть это правильно сформированное ожидание. У вас должно быть все готово, безусловно, всегда на готове юристы, основные сценарии и ситуации расставания и увольнения продуманы. Продумано, что вы будете делать, если клиент внезапно уйдет к конкуренту и попробует переманить часть клиентов. Продумано, что вы будете делать, если он откроет свой бизнес и опять же возьмет ваши технологии и начнет звонить вашим действующим клиентам. Это достаточно типовые ситуации. И, естественно, есть законодательство, которое защищает не только сотрудников, но и предприниматели. Это соглашение о конфиденциальности. Это все вопросы. Вам надо найти грамотного юриста и быть к этим ситуациям готовым. И когда сотрудники знают, и вы их, естественно, предупреждаете еще при найме желательно, что вы знаете, но вот те клиенты, которые в нашей компании, они достаются нам потом и кровью. Поэтому мы будем за них бороться. То есть их нельзя уводить. Вот это соглашение о конфиденциальности, вы его не просто вот так возьмите и подпишите за три минуты. Возьмите его, пожалуйста, на выходные, прочитайте внимательно и подпишите только в том случае, если вы будете совсем согласны и будете понимать, что все это, что там описано, мы готовы с этим бороться, в случае чего мы встретимся с вами в суде. Конечно, это сильно влияет на область ближайшего развития сотрудников и желающих. Ну, количество желающих уменьшается значительно. Ну, как избавиться от незаменимых людей, я кратко рассказал. Про таблицу немыслимое вы тоже… Ну, я не знаю, как тут будет рассылка, но кто останет визитку, я точно пришлю запись подготовки к выступлению, где рассказано подробно про эту таблицу. Но ссылка на статью, она и останется. Значит, итак, коллеги, мы вернулись как раз-таки к началу презентации. Вот помните все-таки, да, что 80% сотрудников, они работают ровно так, как ими управляют. А для этого надо заниматься развитием собственной управленческой квалификации. И вот две имени с фамилиями, которые я сказал, это Александр Фридман и Владимир Константинович Тарасов. Я вам, безусловно, рекомендую всю их литературу прочитать и более того, обучать средний менеджмент с помощью этой литературы. Ну, рекомендуемые материалы. Все, спасибо за внимание, коллеги. Как у нас вопросы? Спасибо, большой вопросов у нас в приложении не было, поэтому, Евгений, еще раз большое спасибо. Если вопросы есть или появятся здесь после окончания доклада или там… Ну, я буду на ужине. Если у кого-то есть какие-то вопросы по регулярному менеджменту или работе с сотрудниками, подходите, я с удовольствием обменяюсь опытом. Спасибо большое.